Всем привет! Селькеборг, город в Центральной Дании, на полуострове Ютландия. Административный центр одноименной коммуны. Население, 55 080 жителей, 2005. Развитие Селькеборга как современного города начинается с основания бумажной фабрики Михаолем Дрёвсеном на реке Гудино в 1844. Селькеборгское длинное озеро разделяет город на северную и южную часть, из озера в восточной его части вытекает река Гудино. Город примечателен наличием большого числа автосалонов и финансового сектора. Здесь, к примеру, также располагается штаб-квартира третьего по размеру датского банка Джиско Бэнк А.С. Каждый год в конце июля в Селькеборге проводится джазовый фестиваль Riva Boat Jazz Festival, а в середине августа фестиваль кантри-музыки Scandinavian Country Club. Дональд Джордж Пауэлл, барабанщик и основатель британской глэм-роковой группы Slate переехал в город в 2004 году. В 1944 рядом с городом был застрелен гестапо-священник и драматург Кай Мунг. Селькеборг был местом замка, монастыря и фермерского хозяйства, созданного в XV веке, примерно в шести километрах от аббатства Аллинг. Селькеборгская бумажная фабрика была расположена около реки Гуденя, где когда-то стоял замок Селькеборг, чтобы использовать реку в качестве источника энергии для мельницы, поскольку ресурс для производства бумаги и в качестве маршрута транспортировки. Майкл Дрюссен, считающийся основателем города, отвечал за ежедневное управление мельницей. Сегодня статуя Майкла Дрюссена стоит перед старой ратушей на городской площади. В 1845 году была создана комиссия по созданию Селькеборга в качестве торгового места, вскоре из небольшого участка он вырос в небольшое поселение от 30 человек в 1844 году до 556 в 1850 году и до 1204 в 1855 году. Железная дорога была построена в 1871 году. В 1900 году Селькеборг получил статус рыночного города. Это также одна из самых дорогих областей Дании, где проживает, а соседняя деревня Сейс известна своими большими особняками и вилами на берегу озера в Брасо. Селькеборг расположен в регионе, известном как Сахойландед в юго-восточной части Ютландии, который считается одним из самых красивых районов Дании. Пейзаж состоит в основном из озер, обширных лесных массивов. Таких как Селькеборгские леса. И некоторых из самых высоких точек Дании, включая Химельбьоргет. На протяжении многих лет бумажная фабрика была самым заметным бизнесом в городе, но в течение 1990-х годов она испытывала финансовые трудности. В 1993 году немецкая корпорация «Дрюсенспазел Папайр» купила завод, но в 2000 году решила его закрыть. Проект городского обновления превратил промышленную зону, наиболее близкую к центру города, частично в новый коммерческий район с гостиницей, кинотеатром, концертным залом, ресторанами и кафе. И частично в новый жилой район с современными жилыми домами. В городе много автосалонов, а также здесь находится штаб-квартира Искебанка, третьего по величине банка Дании. Старая городская площадь, Торлёд, является центром Селькеборг и вместе с окружающими улицами является пешеходной зоной. Городская площадь окружена отелем Дания, старейший отель Селькеборг, основанный в 1848 году. На городской площади есть два фонтана и бронзовая статуя Майкла Дрюсена, основателя Селькеборг. По субботам здесь расположен еженедельный рынок. Кжишлен. Старейший в мире пароход. Кжишлен, одна из туристических лодок, которые выходят из гавани Селькеборг. Агуа. Аквариум с пресной водой Агуа, одна из самых посещаемых достопримечательностей региона. В аквариуме и открытом парке животных можно исследовать рыбу и животных датской природы. Выставляемые животные, рыбы, птицы, выдры, бобры и еноты. Музей Йорн. Селькеборг был родным городом художника Асгера Йорна, и многие из его самых известных картин можно увидеть в музее Йорн, Селькеборг. Селькеборг Бетт. Бывший санаторий Селькеборг Бетт служил штаб-квартирой для фашистского гестапо во время Второй мировой войны. Рой для фашистского германского гестапо во время Второй мировой войны. Сегодня музей-бункер расположен в прекрасном парке, в старом здании санатория сегодня находится художественный музей. Многие из скульптур музея можно также увидеть в парке бесплатно. Химмельберг. Третья высшая точка в Дании, но не находится в городе, фактически не находится даже в округе Селькеборг. Тем не менее, он остается достопримечательностью, тесно связанной с городом, поскольку все летние катера отправляются из гавани Селькеборг к холмам Химмельбергера. Фонтаны в Селькеборге и Лангсе являются одними из крупнейших в Северной Европе и являются ориентиром города и озер. Фонтаны расположены в озере недалеко от ратуши и были построены в 1970 году. Фонтаны имеют великолепное световое шоу, и после наступления темноты каскады воды меняют цвет. С 1899 года в Селькеборге состоялось мероприятие под названием Элтфастрегата, что означает «Жаркий праздник регата». В настоящее время это мероприятие проводится каждый третий год, в последний раз он проводился 13-16 августа 2014 года. Во время регаты улицы города закрываются для машин, становясь временными площадками, где исполняется живая музыка, также парком развлечений. По средам, четвергам и пятницам в 0 часов ровно проводится неофициальный датский чемпионат фейерверков. В каждый день разные компании проводят фейерверк, а победители объявляются в субботу. В субботнем вечером компания, победившая три года назад, проводит крупное фейерверк-шоу, организуемое муниципалитетом Селькеборг. В городе имеется команда датской суперлиги по футболу «Селькеборг». Также в городе играет женская гандбольная команда высшего датского дивизиона. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok